Это не ответы искать из них, просто даже задавая вопросы друг к другу. Развышляя, это же дорогого стоит. Даже мечтая о будущем, даже мечтая о будущем за своим ребенком. Мы можем говорить своему ребенку, ты должен быть таким. Почему должен? Кому должен? Мне? Ну, мой сын или моя дочь? Нет. А вот построить этот диалог, будущее имениться, будущее Украины. Что это? Какой это образ? Какая мечта об Украине? Ну, потому что там, понятно, большинство скажет, побольше денег, хорошие дороги. И, ну, все, чтобы все было зашелись. Ну, это, ну, понимаете, что это не мечта, а все. Задавали все такие вопросы? Ну, об этом поговорить что-то. Ну, вот для меня вот Украина, на самом деле, то, о котором я мечтаю, вот сейчас здесь. Вот когда выходил, сегодня я утром был, когда куча детей пришло на детскую программу. Я видел, счастливых родителей, красивых детей, красивых родителей. Они, это было их нормальное, там, человеческое, очень правильное, ну, по-моему, конечно, имя, очень правильная среда достойных людей. Чувство достоинства и уважения. Ну, это же перечность. Ну, быть неаккуратным, быть агрессивным. Ну, потому что, опять, агрессия, это бесы, да. Ты, можно себе, конечно, говорить, что я защищаю нам свои принципы. В этих защите своих принципов, да, ты становишься агрессивен, и дальше уже не суть важны эти принципы. Важен враг. Нет? Извините, вражен кто? Враг. Я опять тихо говорю. Ёлки, это что, надо в рот засовывать, что ли? Так, музыка, понятно, я окно не закрою, потому что жарко. Ну, ничего, главное, не холодно. Вот, так что вот такие вот дела. Смотрите, я вам чуть-чуть расскажу о том, что будет происходить, я надеюсь, будет происходить дальше с Гогольфестом и в культурной политике в Украине. Буквально в этом году будет представлена программа развития сети культурных центров современного искусства по всей Украине. Начнется с тех городов, думаю, в которых прошел Гогольфест. Точно Малибуполь, точно Винница, точно Днепр, точно Одесса. Он был в следующем году. Слава Утич. То есть в этих городах будет Ужгород и Херсон. То есть это будет формирование такой сети новой Украины. То есть Гогольфест как модель, оно будет вставляться на постоянной основе. Соответственно, тут возникает опять же вопрос всегда, контент, да, как наполнить, хватит для потенциала локального, ну местного, наполнить жизнь такого центра в течение года. И тут вопрос будет опять же обмен, потому что если сеть, то тогда будет происходить вот это вот течение перетекания. Мы же реально не знаем Украину. Задайте себе вопрос, что происходит, например, в городе Ром. Если ты не из Ром, то ты вообще даже не подозреваешь, что там происходит. Или в городе Чернигов, или в городе Хмельмитский. Что вы можете сказать? Да ничего не можете сказать. Мы не знаем свою страну, понимаете? То есть вообще не подозреваем, что происходит, какие люди там живут, о чем они мечтают. Я до того, как попал в Виннице, вообще не подозревал, что происходит в Виннице. Узнал очередяный код, и все, вот вся Винница в моем представлении. У них... Ну нет, на самом деле Винница оказалась фантастической историей. Удивительная команда, ну вообще просто удивительная, ну просто, где вот ту визуальную программу, которая сделана, просто Кириан. Я понимаю, что на самом деле в каждом городе есть вот такая вот, ну такая энергия, такая удивительная. Только надо, во-первых, уметь договариваться, просто уважать друг друга и мечтать. Ну не мечтать, как Манилов, мертвый муж, а мечтать и действенная мечта. Потому что как только ты что-то хочешь, по чесноку нет, это начинает происходить. Это точно. Это я вам проверял уже, ну только опять по чесноку, потому что можно захотеть что-то такого, а он возьмет, боженька скажет, ну на. А потом ты с этим, ну на, будешь что-то делать. Так что перед тем, как что-то загадывать, подумайте. Надо вам оно и дать. Вот. Потом теперь свобода, да, вот свобода. Вещь такая непростая, да, потому что вчера было прекрасное чувство, да, пришли очень много людей, были красивые люди. Ну какие-то люди почувствовали свободу, а свобода заключается в том, чтобы нажраться. Не то чтобы, ну, из агрессии нажраться, ну на радости нажраться, да. И оно, конечно, как бы классно, но ты понимаешь, что это своей свободой, ты просто разбиваешь уметь других людей. Потому что, ну, это банальность, свобода, моя свобода кончается там, где начинается свобода другого человека. И все-таки, ну, это вопрос осознанной ответственности. Ты приходишь, и мы создали мир, вместе создали. С вами, каждый из нас создали этот мир. Но и момент, что нужно беречь. Это очень вещь тонкая, да. Достаточно, вот у нас был концерт, да, «Хдотерс» позавчера в Завны, в Киеве. И одна тетка, сумасшедшая, начала вдруг орать среди, в начале концерта, ну, какую-то чепуху. Одна сидит полторы тысячи человек. И одна разрушает вот этот мир. Просто из-за того, что она почувствовалась свободной. Чтобы она имеет право что-то там заорать. Ну, она ошиблась, но она орала. И вот поэтому тоже вопрос вот этой вот, как бы, свободы и ответственности. Это, конечно, вопрос деликатный и ценностный, и воспитание. Даже если у тебя нет воспитания, ну, как говорил мой друг, как говорится, если ты не интеллигент, то хотя бы делай вид, а потом привыкнешь. И вот, интеллигент, ну, ребята, конечно, может быть немножко уже девальвированное слово, но постарайтесь быть интеллигентными, красивыми, умными и свободными. Последовательность. Интеллигентный, красивый, умный и свободный. А не свободный, а потом что-нибудь. Только последовательность немножко другая. Вот, давайте вы мне будете задавать вопросы какие-нибудь. Если вам что-то интересное. Или я пойду дальше, что-то буду вот порнякать. Есть вопросы? Да. У меня вопрос, а вы ездите в Гиеве? В Гиеве. Знаете, мы приходим туда, куда нас зовут. Поэтому это не от нас зависит. Просто кличко более важно, там, этот мостик, стеклянный, который бьют каждый месяц, и стеклышки. Вот это более важная история. Ну, я думаю, что будет. Потому что будет культурный центр, базовый будет все равно в Киеве. И это мы будем, мы это обсуждаем. И раз будет культурный центр, в каком месте, или на киностудии Довженко, или где-то еще, то, естественно, будет Комбельфест. Без этого никуда не денешься. Вопросы, а куда заплыв? Комбельфест, если следующий год. Следующий год. Ну, эти три города, которые в этом году. Мариуполь, Винница, Днепр. Добавляется Одесса, Славутич, Ужгород, Херсон. И, возможно, ровно. То есть, 7-8 городов будет. То есть, мы начинаем заплыть вот с конца апреля и уходим вот в ноябрь. Да. При этом участие активное будет, ну, моих проектов, это Леополис, Леополис, во Львове Моцарт, во Львове Одесский кинофестиваль. То есть, везде мы тоже будем участвовать. Ну, и в Атласе тоже. То есть, везде, где что-то хорошее, там, ищите нас. А когда вы себя почувствуете? Как родился? Нет, ну, на самом деле, осознание этого, наверное, я был свободным, наверное, всегда. Ну, вот я, наверное, я помню, как, знаете, учитель мой, Оглоблик, это очень крутой режиссер, умер уже, в 93 года, он мне говорил, я чувствую хозяев жизни. Вот, я не знаю, есть такое понятие, хозяин жизни. Ты хозяин жизни. Ну, наверное, я с самого детства был таким. Ну, так, таким уж родился. Поэтому. Ну, дальше возникает, опять же, вопрос выстраивания мира вокруг себя, нахождение тех людей, твоих соратников, с которыми ты идешь. Как, ну, это же, ну, ДАХ и вообще, КОГОК ФС, это же не авторитарная структура, это горизонтальная структура. От этого она более устойчива. То есть, ну, формальный я типа президент, но команда работает нет. Часто я даже не понимаю, как она происходит. Есть, конечно, Макс Демский, который великий директор, он все знает, но он тоже делектирует всегда какую-то ответственность. То есть, то, что ты берешь, ты идешь. Ну, так выстраиваются отношения здоровых, на самом деле, и бизнесах, и командах. Бизнес, бизнес настоящий точно так же работают. Вот. Что вам еще рассказать? Про мир, что в мире происходит, что у нас в мире происходит. Я имею в виду, а, неинтересно, да. Что? Какие-то концепции новые концепции? Новые концепции? Ну, смотрите, у нас, понимаете, как бы параллельно идет куча еще международных проектов, да, гастролей, там, Даха Браховы сегодня выступают в Ванкувере, мы участвовали в открытии театра Шатле, это один из главных театров Парижа, там, начинал Пикассо, делал декорации, сатея музыка, русские сезоны, у них само будет сказано, есть студия Анны Павловой, военные Жинского, но после капремонта открывалась эта история с участием в Дахе Брахи. И нас пригласили, потому что мы будем делать концерт в Арсе, в музее Арсе в Париже, кто не знает, это там, все импрессионисты, ну, это главный музей импрессионистов в мире, то есть вот, это Арсе, там будет концерт в Дахе Брахи в следующем году. Недавно вернулся из Берлина, мы делаем большой проект совместный Форсбюне, это театр, три главных театра в Берлине, Форсбюне, Дойч театр и Шаубюне. Вот с Форсбюне и с Дойч театром мы делаем два больших проекта. Проект в Люксембурге с симфоническим оркестром в Дах Тотерс. Новый проект, абсолютно, в Дах Тотерс будет, ну, такая новая история, более театральная, которая будет премьера где-то в феврале. Сейчас записали в Бразилии с Дахой Брахой новый альбом. Премьера будет вот буквально через месяц. В этом году нам дам Даху 25 лет, чтобы тоже... Кто не знает, что такое Дах? Дах, откуда все ножки растут. Это маленький, маленькое пространство, которое родило кучу всего прекрасного. Дах Абраха, Дотерс, Гугольфест, Цэшо, Новая Опера, все это оттуда. И сам Дах как театр, как там еще детская театральная школа, этнический коллектив. Ну, в общем, короче, живем. Причем без поддержки государства и как-то, в общем, живем 25 лет. Что еще? Будет большой, кстати, вы все можете приехать в Киев 6 декабря во Дворце спорта будет большое наше празднование. Дах Абраха, Новая Опера, Цэшо, Дотерс, к сожалению, во Франции в этот момент. Но это будет такой большой, большой наш праздник. Так что вы приезжайте в Киев. Что еще вам такого? Как правительство не дали место? Я правительство, нет, видите, смотрите, нынешний министр культуры очень толковый менеджер. Без дураков, он очень крутой. Вы знаете, кто это такой? Нет? Бородянский, он был главным директором стармедиа, это Пенчаковская империя, все эти СТВ, СТБ, вот эта вся компания. Он впервые в Украине вывел телеканал на прибыльность. Все каналы датируемые, СТБ единственный канал в Украине, который прибыльный. Единственный. И вот этот человек, который очень действительно, ну, ему надоело эту историю, не